очень мы зашли здесь магазин в общем там скупляемся слушайте хочу вам показать вот смотрите ени рак и 208 лир какая-то у нас бутылка господи 100 это получается 1 литр 07 152 представляете вот это и 100 лир 109 даже лир наверное это пол-литровая да и вот 77 вообще есть малекуська представляете какие цели здесь дорого вот водка смирнов например есть 0 7 139 90 короче 140 лир чуть поменьше бутылка не чуть поменьше а 35 меньше чем пол-литра 350 по-моему миллилитров 79 лир нашла я там то что я хотела не нужна была краска моего цвета а это истанбул блю 150 лир бутылка литрушка по-моему да кажется да да литр 07 112 0579 и 63 лиры вообще маленькая у нас тут еще есть вино но это такое самая плохенькая видите 29 лир то есть 30 лир бутылка что 0707 41 34 вот он так я мир лиме местная видите 5035 кавак 35 лир 36 вот и вот такая 35 лир короче вот такие вот цены шампания 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 на россия безалкогольная 23 лиры шампанская внеш typical виски А виски 285 лир, 1 литр? 1 литр, 285 лир. Вот так вот. Джек Дэниелс, сколько Джек Дэниелс? Ого! Ого! 350 лир литр. Ракы... О, глянь, а это ж есть. Ракы, 310 лир. Бурдан, аж кем, кач литре? А, полтора литра. Истан, блю, 225, водка, да? Тоже полтора литра. Вот так вот. Какой? Эфэ, эфэ бунэ, классик, водка мы. А, тюрк ракысы. Ракы, это, получается, бир литре? 200 лир, короче. И пошло туда вниз, вниз. Бу, ярым литре? Пол-литра... Пол-литра 99, а то 70 лир. Вообще маленькая. Измир... Измир ракысы. А, измир ракысы. 200 лир. Одна литровая бутылка. Пол-литровая, 101 лир. 101 лир, показывает 50. Почему такая? О, бунэ? А, тоже ракы. Бунэ, тоху. И я не знаю, забыла на что-то похожее. Тоже 184, 185 лир. Анасон. А, этот... Анасон. Анис. 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 Анисовая водка. 185 лир. Литры йогурта. Йоглитры. А, ну вот. 700 миллилитров. 800. Пивас. Пиво. Пиво. ФС. Оно. 11,25. И вот такой вот. 11,25. Тоже вот такая бутылочка. Бэкбэкс есть. 12 лир. Мармара. Мармара? Бирамы? 18. Восемнадцать. Я такой первый раз что-то вижу. Да я ж внимание не обращаю. Я ж внимание не обращаю. Я не пью. Короче, я вот такое вот разнообразие пивасика. А тубрах есть. 11,25. Бутылка. 14,50 банка. И там вот 12,12. Ой, глядь, какой серенький. Это вот мамочка, да? Глянь, серый Диан. Какой масенький. Глянь. Ты красавчик. И вон, глядь, трехцветный. Как мамка, ты тоже такой же цветом. Она такие шустрые, такие шустрые. Мы уже вернулись с маркета, не привезли нам доставку. Хорошо, так доставка из этого супермаркета бесплатная. Мы так не торопясь, не торопясь шли. Сейчас посмотрим, Дианка сбросила там корм. Ох, ох. А эти побольше котята тоже трое. Это побольше. Черно-белый. Рыжий. Боже мой. Ой, глядь, сколько их. Аж кимчок я в ручок. Гляньте, какое-то нашествие, нашествие. 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 Чиркин. Боже мой, боже. Глядь. Все звуки издают. Глядь. 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 Здесь так народ забросал всё. Глядь. Шкэн. А, Чиркин не разрешит тебе? Нет. Глядь. 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 А вот, видите, трёхцветная большая кошечка? Она не мявкает, только рот. Ой! Гля! Ашкинбак! Глянь, прогнал её своим звуком. Вы посмотрите, что творится. Понарожали. Вот эта трёхцветная. Вот та, которая есть трёхцветная. Туалет, я пьюра, ашкинбак! Говорит, сидит под деревом. Насу, ты такой крикливый! Да! Глянь, не боится! Ашкинбак! Это дети их приучили. Дети их там тягают. Они не боятся. А кто ты? Мальчик или девочка? А, мальчик! Мальчик! О, да ты как помог! Всё, шипишь, шипишь! Мальчик какой ты! А вот ещё рыжий ест! И там двое, как крысята! Ашкинбак! 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 Чёлк иди! Два, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять! Он, Танэ, он! И что ты такой крикливый! Ой, крикливый ты мой! Да! Крикун? Ты крикун? Грязнуля! Так, пришли же мы с магазина. Что купили, значит? Купили бутылочка воды, 70 куруш. Ну, это я прям так пить захотелась. Дальше у нас купили три хлеба. Три. Диана уже, видите, начала здесь грызть. Купили на завтра, на сегодня. В общем, чтоб не бегать. Далее у нас яйцо. 15 штук. Вот такие вот яйца. Юморта. Это значит яйца А. Я так понимаю, что крупные, крупные яйца. Пакетик вот такой я взяла пудинга. 2,25 стоит данный пакет. Вот такой вот взяла какао. Ну, довольно-таки хороший. 25 грамм. Одна лера. Я взяла два пакетика. Два пакетика. Далее пакет молока. Вот такой 3,95. Тут написано, цена соответствует. Перец сладкий. Вот такой крупный, мясистый. Копья. 5,75 килограмм. 3,10. То есть полкилограмма. Следующий. Кабачки. Видите, ну, они вот такие вот. Можно под долму использовать. Цукини. Но этот не цукини. Я выбирала вот такие цукинчики. Кабачки сейчас уже, конечно же, подорожали. Цена за килограмм у нас 4,75. Это кило 128 на 5,36. Килограмм мы взяли вот такой вот зейтин оливки. 18,90 взяли 1 килограмм. То есть хорошие. Не соленые, не горькие. Отличные. Ну, как всегда, я же взяла сюрк. Сейчас опять меня что-то на него пробило. Здесь сюрк по 17 лир. Вот один вот этот кусочек на 2,24. Вот такой вот сыр. Это малосоленый. Цена 17,50. Здесь 460 грамм на 8 лир. Такой, ну, достаточно вкусный. Взяла вот такую вот манку. Ну, как бы она должна быть. Не знаю еще зачем. Пусть лежит. Полкилограмма. 2,90. Затем у нас вот такие вот макаронные изделия. 2 макаронные. Диана, макаронные. 2,50. 2,50. Вот такие макаронные изделия. Здесь у нас сколько грамм? Полкилограмма. Здесь даже не килограмм. Спагетти тоже полкилограмма. Цена такая же. Цена 2,50. Точно такие же. Ну, та же серия. Анкара. Такие же тоже 2,50. То есть 3 пакета, получается, мы взяли. Эль Керчока крем. Это Диане на завтрак мы взяли. 7,90. Вот такая вот баночка. Сколько здесь у нас грамм? Сейчас я вам скажу. Здесь 400 грамм. Также взяли йогурт у нас. Вот такой вот. Здесь у нас сколько? 4,80. 4,80. Почем? 17,90. 18,90. То есть 19 лир почти 5 килограмм. Еще классно вот эти ведра остаются. Вот. Я в них потом цветочки высаживаю. Также у нас, смотрите, мука. Здесь 5 килограмм. Тоже мука. 18,90. Обычная пшеничная мука. Осталась у нас химия. Вот это для средства для подмышек. Это, по-моему, 9 лир. Дальше. Невея. Мэн тоже средство для подмышек. И такая Невея у нас получается. 13,90. 14 лир. Также мы купили средства для волос. Жоли. Сачи Жоли Си. Сцерт. То есть твердый. Это мой муж использует. Стоит он. Сейчас я вам скажу. Стоит он 10 лир. Шампунь ДАВ 14 лир. О, 14. Подожди. 14,90. 15 лир. И вот такое средство для кухни, для печки. Порчос. Мне, кстати, нравится очень. Стоит всего лишь 10 лир. В отличие от вот этой фирмы. Марч. Марч. Вот эта фирма. У меня был подобный для кухни. Я вам хочу сказать. Ерунда ерундой. А стоит оно где-то 14 лир. Почему так? Почему оно гораздо хуже? Я не знаю. Это очень мне нравится. Смотрите. В общем, я сегодня думала-думала. У меня есть такие хорошие кусочки. Ну, такие удобные. Это как бы для мангала, да? Хорошо их зажаривать. Но я мужу говорю, нет. Я сделаю курицу в вине. Короче, посолила. Поперчила. Вот добавила кикик. Кикик. Я не знаю. Забываю постоянно, как на русском. Нужно записать мне. И залила вином. Добавила чуть-чуть масла подсолнечного. И залила вот вином. Там где-то полстаканчика у меня. Такое, видите, красное. В общем, оставляю это, наверное, на полчаса. А затем все это дело отправлю в духовку. Нет, сначала обжарю, наверное, а потом отправлю в духовку. В общем, импровизирую на ходу. Диануська у меня молодец. Какого, видите, шикарного пилава наварила. Шикарнейший, на мой взгляд. Конечно, печечку, как всегда, мамочки, засорила. Ну, да ладно. Все, по-моему, он рис, глянь, посмотри, все поразлеталось. Ну, да ладно, неважно. Главное, что приготовила. Курицу я поставила с луком в духовку. И там нужно грибы. Но поскольку у меня грибов не нашлось в холодильнике, да я что-то и забыла за них, что, как бы, они сюда нужны. И я решила обжарить баклажаны. Значит, сначала порезала луковичку небольшую. Вот, видите. И два зубочка чеснока. Все это обжарила на подсолнечном масле. И сюда же теперь добавила синенькие. Сейчас синенькие у меня обжариваются. То есть, ну, знаете, вместо грибочков. Они же пахнут, пахнут. А мы же в Турции, в Турции, а не во Франции. Поэтому я решила произвести замену. В общем, смотрите. У меня курица обжарилась до золотистого цвета. Тут корочка появилась. Там у меня еще лучок лежит. Я залила еще стакан вина. И сверху засыпала эти баклажаны, которые предварительно обжарилась луком и чесноком. Все это кладу в духовку, ну, где-то на полчасика. Посмотрим, что будет.